Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами затрагиваем проблему, когда у нас не пробуждаются почки на укоренившихся черенках. Как правило, если все идет хорошо, у нас вот такой уже красивый зеленый лес, либо такие уже сильно набухшие почки, но в некоторых случаях, по каким-то причинам, бывает так, что корни есть, а почки не пробуждаются. Именно об этом мы сегодня с вами разговариваем, поговорим о причинах, о том, что с этим можно сделать. Для начала давайте разберемся с причинами, почему почка вообще может не пробуждаться. Вариант первый, и это я вам озвучивала уже очень-очень много раз, слишком сухой воздух. Начинается пересыхание, пересыхает сама почка, пересыхает черенок, вплоть до полной гибели. То есть может быть и такое. Второй вариант тоже я вам недавно показывала, мой эксперимент с корневином и вообще с различными корнестимуляторами. Смотрите, шикарные корни, вот здесь они светятся. Сейчас я возьму еще один пакетик, где вам будет более наглядно видно. Вот здесь огромная куча корней, и я специально поворачиваю к вам другой стороной. Здесь я опудривала корневином. Видите, какая дата? 27 января, а сегодня 24 февраля. Уж сколько времени прошло. Да, у нас хорошие корни, но спящие почки. Такого быть не должно. И при передозировке корнестимулятором у нас почки вообще могут не проснуться. И смотрите, вот специально вам показываю. Вот видите, вот там растет малыш. Сейчас еще одного покажу. Растет нижний побег. Здесь верхняя часть подсохшая. Можем даже ее срезать. А нет, верхняя часть здесь, смотрите, вполне живая. Но видите, что-то не нравится. И верхняя почка по какой-то причине не пробуждается. Еще одна вещь, которую я хочу вам показать. Значит, смотрите. Вот здесь у нас пошла замещающая почка. Вот здесь у нас была основная. Пошел росточек, и он отсох. Такое часто бывает при раннем проращивании. У меня это экспериментальные черенки. Я свои определенные эксперименты на них ставлю. Поэтому иногда их проращиваю раньше. Ну, для того, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Но, вот почему я вам все время говорю, не спешите проращивать. Вот, когда раннее проращивание, потом растению чего-то не хватает. У вас уже пошел росток, потом он отсыхает. Такое же, кстати, может быть и при проращивании в воде. Когда у вас сначала пробудился большой хороший росток, дальше начали расти какие-то мелкие корешки, вы высадили в землю. Особенно если черенок такой, например, тонковатый. Да, в принципе, это и с толстыми черенками бывает. Не всегда это зависит от толщины черенка. Но может так случиться, что влаги не хватает. У них идет конкуренция за влагу между корнями и побегом. Я уже говорила вам, что тоже почка – это орган сформированный. Причем не одна она здесь. А корням еще надо развиться. Соответственно, молодой побег перетягивает на себя питание. И потом, когда мы высаживаем земельку, уже череночку не хватает сил ни на развитие этих корешков, ни на развитие этого побега, и он от него избавляется. Такое тоже может быть. Да, это бывает не всегда. Но если вы знаете, что это бывает, то, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Так вот, побег отсох, но у нас пошла замещающая почка. То есть вот такие почечки, если побег отсох, мы знаем, что там есть корешки, либо можно просто место позволяет, возможности позволяют. Не выбрасывайте. Поддержите некоторое время. И опять же поддерживаем влажность. Нормальная влажность даст шанс пробудиться в какой-то замещающей почке. И даст шанс выжить этому растению. Итак, значит, если у нас почки не пробуждаются, мы создаем максимально благоприятные для этого условия. Создаем влажность. Плюс мы можем срезами проверить, черенки живые или нет. В данном случае у нас все живое. Плюс я вижу корни, значит, над этим всем еще можно потрудиться. Но повторюсь еще раз, что в зависимости от причины, вот с этой частью я могу еще что-то сделать. Там, где у нас были задействованы корнестимуляторы, на самом деле большой вопрос. Но буквально недавно, когда я была в семенном магазине, я нашла вот такую штуку. Называется она почкорост. На самом деле, эта цитокининовая паста, она продается еще для орхидеи. Но для орхидеи там, по-моему, больше упаковка. И она стоит порядка 8 белорусских рублей. Вот эта стоит от 1.80 до 2. Значит, смысл в чем? Это тоже фитогормон. И, соответственно, этот фитогормон, он способствует, ну, тут, да, нарисованной орхидеи, но если мы почитаем, то пробуждению почек в том числе. Ну, на самом деле, вот в такой ситуации мы уже можем пробовать все, что угодно, потому что это наш последний шанс, особенно касаясь тех ребят, которые у нас были перекормлены корнестимулятором. В инструкции написано, что для лучшего результата лучше чешуйку с почки снять. Ну, понимаете, если у вас есть такая возможность чем-то аккуратненько снять, то, конечно, ну, можно попробовать это сделать. Если такой возможности нету, либо, ну, мы не можем, потому что надо делать очень аккуратненько, то лучше этого и не делать. Кстати, вот здесь я немножко ковырнула, это лора, да, там, где корневина мы перебрали, почка зеленая. То есть она просто спит, и, следовательно, гормона мы можем попробовать ее разбудить. Вот такой тюбик, вот такой аппликатор, ну, вы можете использовать и что-то другое. Значит, мы обмазываем вот эти почечки и посмотрим, как они начнут пробуждаться. Я обмажу все, потом мы некоторое время подождем, ну, и увидим конечный результат. Но при этом даже если мы применяем гормоны, это не отменяет воздействие влажности. Повторяю еще раз, что влажность в окружающей среде является одним из решающих факторов и пробуждения почки, и в дальнейшем нормального развития побега. Прошло 24 дня, и что мы видим? У меня проснулось три саженца. У одного проснулась вот здесь нижняя почечка, у второго проснулась, я его срезала, чтобы посмотреть вообще жив он или нет, и он решил расти. И третий, вот он, скорее всего, что тут запасная почка пошла расти. Ну, вот это яся. Кстати, с ясей я уже второй год провожу определенные эксперименты, ну, мне хочется посмотреть определенные вещи, не надо их повторять. Значит, я ее проращиваю без периода покоя, ну, пару штучек посмотреть. Так вот, она может очень хорошо пускать корни, после этого почки могут не пробуждаться, и кажется, что все уже умерло. А потом, когда настает нормальное время, конец февраля, начало марта, она начинает просыпаться. Поэтому, если вы где-то насмотрите, что можно высаживать черенки винограда без периода покоя, они будут классно укореняться. Ну, на самом деле, ничего не классно. Надо создавать очень-очень специфические условия, и то гарантии нет. Так что подумайте, стоит ли вам вообще с этим экспериментировать. Конечно, все эти дни я, скажем так, вахтала над этими черенками, я их пырскала водичкой, создавала им благоприятные условия. Ну, как видите, почка рост не подействовал, и можно это сразу отметать, ровно как и создание влажных условий и всего остального. Ну, если повезет, почка может пробудиться. Если не повезет, то не пробудится, что бы вы ни делали. И обращаю ваше внимание, вот здесь 4 крайних, это лора. Это та лора, которую я укореняла в корневине, и там, где я вам показывала, что пошли классные-классные корни, но почки не пробудились. Опять же, осторожно со стимуляторами. Обратите внимание, с 17.01 был высажен вот этот черенок с корнями. Сегодня у нас 18 марта, и ничего с ним не происходит. Вот этот пакетик мы позже раскроем. Там были огромные корни, но я получила палку с корнями. Опять же, не важно, корневин, клонекс, какой-то еще укоренитель, любой стимулятор, с ним надо быть осторожным и использовать его с умом, поскольку загубить черенки можно и очень легко. И вот вам явный пример. Вот эти 4 черенка с корневином, и ни один из них почку не пробудил. А времени прошло уже достаточно много. Пытаться ли держать такие черенки дальше? Вот смотрите, вот этот я срезала, и он еще зелененький. То есть, в принципе, есть ли для вас черенок ценный? Если он для вас важный, ну, скажем так, держите до победного. А вдруг иногда это все просыпается вообще непонятно когда. Повторяем все то же самое, увлажнение, 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 накидывать ли наверх пакетики, бывает, что под пакетиками заплесневает. То есть, смотрите, там или отверстия какие-то делаете, или проветриваете, то есть, сразу говорю, что может заплесневать. Ну, вот она, та лора, где были очень-очень большие корни, уже их так не видно, сейчас выпотрошим, посмотрим, что у нас там происходит. А происходит вот что. Вся вот эта вот красивенная метелка обалденная, вся она сгнила. То есть, еще раз. Когда мы чем-то стимулируем, у нас должно быть равновесие верхней и нижней части. Если мы что-то перетягиваем на одну сторону, то результат не гарантируемый. Мы можем получить вот такую вот штуку. И причин, по которым почки не просыпаются на черенках, может быть очень-очень много. Конечно, одна из основных, это слишком большая концентрация корней стимулятора. Дальше может быть слишком сухой воздух. Может быть, складываются еще какие-то неблагоприятные условия, почему почки не просыпаются. Что с этим делать? Ну, сделать с этим достаточно сложно что-либо. Просто набираемся терпения, создаем максимально благоприятные условия вообще для роста этого черенка, для роста этого маленького саженца. Создаем вокруг какую-то влажную атмосферу. Либо мы включаем увлажнители, либо мы пырскаем, либо мы делаем какие-то теплички. Ну и дальше ждем. Если повезет, то что-то да пропутится. Но если не повезет, значит не повезет. Такое, к сожалению, тоже бывает. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!